добрый день дорогие друзья я рад вас приветствовать директ академии как хорошо меня видно и слышно поставьте пожалуйста плюсики в чат если все нормально так вижу что меня видят и слышат спасибо спасибо друзьям сегодня я присутствую здесь в качестве спикера не только в качестве организатора и сегодняшняя наша тема сам себе маркетолог используем бесплатные интернет-сервисы для продвижения своего учебного курса но тем не менее для начала все-таки свои функции организатора выполню и прокомментирую те четыре ссылки которые разместил самом начале нашего чата первая ссылка ведет на наше расписание и в нем можно зарегистрироваться на все вебинары до конца нашего учебного года до июля месяца расписание уже в основном составлена но в нем появляются новые лица так что если смотрели расписание не достаточно давно имеет смысл его пересмотреть а вторая ссылка ведет на наш видеоканал на ютюбе на котором будет расположена запись этого вебинара по возможности уже сегодня вечером но в зависимости от того насколько быстро пройдет конвертация видео третья ссылка ведет на страницу онлайн курсов и на ней мы предлагаем 11 онлайн курсов для наших слушателей вот вот в частности 21 мая будет наш следующий курс стартовать курс наталья логачевой связанный с технология подготовки успешной диссертации наконец последняя ссылка это ссылка по которой вы сможете приобрести сертификат сразу после окончания нашего сегодняшнего мероприятия я постараюсь самом конце вебинара прямо в ходе вебинара сделать вы выдать вытащить сертификаты сегодняшним участникам а также я вижу в чате одно предложение ко мне от юрия васильевича хотелось бы в будущем в одном из вебинаров услышать ваше мнение или мнение ваших коллег о новой руле гузовской библиотеки на современном этапе я передам это мы поставим постараемся найти какого-нибудь спикера который хорошо светит данный вопрос в принципе эти темы у нас у всех тоже на слуху и мы постараемся как-то это эту просьбу выполнить и еще я хотел бы познакомить вас с нашими вебинарами которые пройдут в ближайшие ближайшими тремя вебинарами первый из них состоится вот буквально сегодня сразу после моего вебинара в от 13.30 вебинар лидии константинной мазуновой как определить потенциал природной отдален одаренности дошкольника следующий вебинар завтрашний мой вебинар но так вот случилось что мне пришлось подменять нашего коллегу и два вебинара моих получились день за днем семь жизней онлайн преподавателя как заменить собой целый коллектив о том как организовать свою много факторную работу преподавателя онлайн преподавателя мне кажется что те кто сегодня пришли на эту вебинар им будет также интересен и следующий мой вебинар который на смежную тему ну и наконец 26 апреля в пятницу а татьяна телегина наша постоянная ведущая будет с вебинаром снайпи с жир хирш обзор наукометрических показателей показателей вот и я хотел бы и я хотел бы еще одну ссылочку вам представить одну минутку мне для этого потребуется одна минута чтобы найти ее я только сейчас вспомнил что эта ссылка очень нам нужна вот эта ссылка нет удалось ее найти побыстрее это наше предложение если кто-то помнит в прошлом году у нас был хороший конкурс тем вебинаров от наших слушателей и по результатам в июне мы провели три вебинара победивших на на конкурсе тем наших вебинаров пожалуйста если у кого-то есть идеи прочесть вебинар имеется ввиду не просто идеи для кого-то а человек хочет прочесть свой вебинар предлагает тему пожалуйста заполните эту табличку строку в этой табличке с предложением своей темы примерно до середины мая мы будем собирать темы в эту табличку потом проведем голосование и опять в июне месяце несколько тем ну зависимости от того сколько будет предложено столько и подумаем сколько у нас победителей будет вот проведем вебинары от наших слушателей ну что ж а теперь я все свои функции организаторы выполнил и наконец приступаю к работе над нашим сегодняшним вебинаром и так сам себе маркетолог почему преподавателю надо продвигать самому свою образовательную услугу почему нельзя положиться на профессионалов ну тут есть несколько причин некоторые из них только некоторые вот в этом списке предложены это наличие внутренней конкуренции внутри вашего образовательного учреждения я про внешнюю не говорю она это само собой то есть если вы вышли самостоятельно на внешний рынок то вам понятно зачем надо продвигать свою образовательную услугу а если же нет то все равно есть внутренняя конкуренция на которой надо на на внутреннем так сказать рынке надо как-то свою образовательную услугу продвигать надо заявить себя субъектом на открытом рынке опять же открытым или закрытым неважно но где то то есть надо что то что то предложить внятно о себе чтобы что то внятно предложить надо надо этим заняться а не просто положиться на то что кто то вас продвинет немаловажным является продвижение личного бренда то есть ну скажем так работа она приходит и уходит сегодня вы работаете здесь завтра там ну хорошо когда вам удается работать на одном месте чаще 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 в разных местах иногда в разных местах одновременно и ваш личный бренд нуждается в поддержке не просто написать в резюме пару слов о себе участвовал там то и там то но и сделать это достаточно грамотно и в данном случае если у вас есть маркетинговые материалы по вашим образовательным услугам то это здорово они работают на вас далее есть такой вопрос как продвижение предъявление гарантии качества своего продукта в некотором смысле качество маркетинговых материалов на вашу образовательную услугу я вот тут конечно в кавычки поставил является гарантией качества и конечного продукта ну точнее наоборот если маркетинговые материалы некачественные скорее всего и сама услуга не очень вот обратное не всегда верно но некоторая корреляция все же есть то есть делая правильную хорошую хорошие маркетинговые материалы вы тем самым заявляете о своем о качестве своей будущей услуги всему рынку не явный такой пункт контакт с будущей аудиторией а на самом деле очень важно если для вас важно иметь контакт с аудиторией до начала вашего образовательного процесса по какой-то причине то наличие качественных маркетинговых материалов этому очень способствует потому что с вами выходят на связь вы можете разместить различные формы вам задают вопросы вы можете скорректировать как-то свою услугу еще до того имея в виду те вопросы которые вам задали или те предложения и так далее это очень важный аспект ну и к этому вот привыкает последний пункт определение оптимальной структуры курса на раннем этапе вы вы там для себя что-то решили создали маркетинговые материалы продвигающие и тут выясняется что обратная связь на предварительном этапе она немножко не такова как вы думали у вас еще есть время если вы заранее сделали как-то скорректировать структуру курса может быть не совсем поменять свою услугу а как-то скорректировать может быть сделать ударение на каких-то других материалах что-то наоборот снизить по значимости и так далее в зависимости от того какие люди как к вам стучатся и как прошел первичный контакт с этими людьми ну и о чем мы сегодня поговорим прежде всего конечно рассмотрим мы сегодня в основном производство маркетинговых материалов конечно весь маркетинг он не исчерпывается этими материалами но изготовление маркетинговых материалов таких как лендинг курса является одним из главных основных и главное первоначальных этапов начиная с которого можно что-то делать потому что пока вы не формализовали в виде текста картинок красивой страницы то что вы хотите предложить этого еще не существует с этим нельзя работать нельзя производить рассылок нельзя производить обзвон и так далее не на что сослаться то есть производство вот таких вот материалов а сегодня мы поговорим о том как самостоятельно это делать это вот первый этап первый и главнейший этап начала работы над над своим продвижением итак начнем с первого пункта создаем промо страничку своего курса тут слово курс надо иметь в виду в кавычках это может быть не обязательно курс это может быть какая-то более серьезная единица несколько курсов трек образовательная программа а может быть наоборот более мелкая единица один или набор мастер-классов в общем тут любая любая единица образовательная может иметься в виду просто курс так проще проще говорить именно о курсе итак почему почему промо страницы и почему именно на тильде а вот посмотрите несколько да вы можете скачать как всегда мою презентацию и все мои ссылки потом проверить по ним пройти я не буду их дублировать сюда ну кроме совсем кроме нескольких в частности ссылок на себя потому что я буду на своем собственном примере показывать то что хочу сказать итак посмотрим какие есть так называемые посадочные страницы да ну напомню что такое посадочные страницы это страница лендинг пейдж так называемый откуда пошло это название почему лендинг потому что эта страница может быть она вообще может быть единственной на вашем сайте управлять она может она может быть в составе вашего сайта не быть его главной страницы но при этом она да не перестает быть посадочный что значит посадочный это значит что все маркетинговые усилия направляется на проведение именно этой страницы а не главной страницы вашего сайта ну по край مع zien те маркетинговые усилия, которые направляются на продажу вашего курса. Так вот, просмотрев несколько таких страниц, вы можете увидеть, что очень многие из них выглядят примерно так, или так, или так. И тут я позволю себе дать ссылку на свой курс, который мы сегодня рассмотрим в качестве учебного материала. Это ссылка на мой курс, который должен состояться вскоре. Мне проще на своих собственных материалах объяснять, поэтому вот посмотрите. Ну, кроме того, этот курс я попытаюсь вам представить в самом конце нашего сегодняшнего вебинара. Итак, все они выглядят похожим образом, на самом деле, и при этом они сделаны в одном продукте. Есть, конечно, и другие страницы, да, но многие из них сделаны в одном продукте, который называется Tilda, или Tilda Publishing. Сервис появился лет 5 назад, лет 5-6, наверное, назад. Совершенно замечательный сервис, российский сервис. Я, честно говоря, давно не видел на рынке такого качественного российского продукта. И я вот сегодня предлагаю вам именно его в качестве сервиса, при помощи которого вы сможете изготовить свои материалы маркетинговые для своего собственного продвижения. Почему именно его? Потому что в этом сервисе объединяется, во-первых, эстетическая красота и возможность создать нужную структуру контентную, и простота изготовления материалов. То есть этот сервис предназначен не для профессиональных дизайнеров, точнее и для них тоже, но для них там есть свои заморочки более сложные. А предназначен он для конечных авторов. Это очень важно. То есть сервис предполагает, что вы в одиночку, без программистов и без профессиональных дизайнеров, художников и прочих, прочих, прочих людей, которые могут быть вне вашего доступа. То есть вы можете не иметь доступа к этим людям, не мочь или не хотеть им заплатить. Тем не менее, при помощи этого сервиса вы можете это все сделать. Сами, своими силами. За счет чего это все происходит? Как это все работает? Во-первых, в тильде модульная система. То есть внутри страницы существует набор шаблонов. Точнее набор блоков. Шаблоны это немножко другое, о них поговорим попозже. Набор блоков. Этих блоков достаточно много. И из этих блоков, как из кирпичиков, вы можете построить свою собственную страницу. Блоки содержат какой-то свой собственный шаблонный контент, и вам остается только заменить этот контент на свой собственный, и будет вам хорошо. Каждый блок построен по принципу уже готового дизайна. Вам ничего в нем не надо менять. Все отступы, шрифты настроены, расстояние до картинок, расстояние между блоками и так далее. И если вы ничего не будете менять, как правило, вы получите приемлемый результат. Конечно, вообще в любой системе некоторое представление об эстетике и о качестве, оно все-таки необходимо, о качестве подобных материалов. Но, тем не менее, здесь оно сведено, если не к нулю, то не к некоторому минимуму. И именно это дает вам возможность в совокупности с достаточно простым интерфейсом создавать свои странички, не отвлекаясь на технические сложности и на дизайн. Библиотека блоков была бы неполной, если бы у вас не было хорошей библиотеки этих блоков. Так вот, в ТИДе в настоящий момент около 450 блоков, и можно выбрать блок на любой вкус. И многие из них как бы даже специально предназначены для наших целей образовательных. Такие как в последнее время появились вообще образовательные блоки, такие как блоки тестов и так далее. Но не о них сейчас речь, расписание, ну и многие другие вещи, которые более общие при маркетинге. Вот такие блоки есть, причем как блоки совершенно общие, такие как заголовки и блоки текстов, так и очень конкретные блоки, такие как блоки описания команды, описания расписаний, таймлайны простенькие, простенькая простая инфографика и так далее. В общем, много-много разных блоков. Кроме того, присутствует адаптивность. То есть это вообще то, что головная боль для многих разработчиков страниц. То есть по умолчанию этот блок можно, прошу прощения, вашу страничку, можно будет прочесть как на большом компьютере, так и на каком-то из видов гаджетов, на среднеэкранном или на малоэкранном. Вот, конечно, если вы совсем не думаете о результате на гаджетах, то у вас результат не получится очень красивым. Но, по крайней мере, его можно будет прочесть. То есть совместимость существует. А уж если вы... Картинка не рассыпется там в пух и прах. То есть даже с телефона можно будет прочесть вашу страницу, даже в том случае, если вы вообще не думаете о том, как она на телефоне будет выглядеть. А уж если вы зададитесь целью, чтобы сделать адаптивную картинку и для телефона тоже, то есть особые средства, которые позволяют вам делать отдельные виды для большого компьютера и для малых экранов. Ну и, наконец, такая важная вещь, она на первом этапе освоения сервиса важна. Это большое количество шаблонов страниц. То есть вы можете начинать свой труд не с нуля, не с пустой страницы. Ну, потом-то, когда освоите сервис, у вас будут свои собственные шаблоны на основе уже сделанных вами страниц. А на первом этапе вы можете использовать шаблоны, которые существуют. Их несколько сотен, если не изменяет память. И они... подстроены под какие-то специальные задачи. Вот, например, портфолио, страница конференции, бизнес-страница какая-то, страница... там... страница кафе, например. В том числе и есть несколько шаблонов для образовательных мероприятий. Например, страница вебинара, страница конференции образования, и так далее. Можете вот их использовать, и тогда еще проще вам будет на раннем этапе. Шаблоны представляют из себя наборы блоков, при помощи... при помощи... с чего начать. То есть, не только у вас кирпичики в наличии, а уже из кирпичей выстроено здание, и вам только это здание надо немножко, ну, условно говоря, подкрасить своим собственным контентом. Вот такие вот вещи. Правда, после того, как вы освоите, вам уже эти шаблоны в меньшей степени будут нужны, и вы сможете работать самостоятельно. Очень просто создано тильда внутри. Вот это, например, мы находимся сейчас в редакторе тильды, и обращаю ваше внимание, не буду сейчас объяснять все вот эти пункты. В основном, да, вот это вот основное поле, где находится ваш контент, и есть большая розовая кнопка, которая называется контент. На первом этапе вам только эта кнопка и нужна. Есть еще более тонкие настройки, вот здесь вот настройки и переход к другим блокам, но это для потом. А для начала можно пользоваться только вот этой кнопкой контент, и только ее использовать. Ну, и еще справа есть кнопки вставить, вырезать, как всегда, выделить, передвинуть, стереть, и вверх-вниз блок, и временно выключить блок. Вот, тоже полезные кнопки. Ну, вот, собственно, и все. И вот здесь внизу видите кнопка вставки нового блока. По ней вы можете вставить новый блок из состава блоков, которые вам доступны, сразу за тем блоком, который указан. Вот эта большая кнопка, я ее пометил, большая розовая кнопка, пометил номером 1. В ней, внутри, все достаточно разумно сделано. В зависимости, внутренность ее, она зависит от самого блока. и там все это настроено так, как исходя из структуры блока. То есть, там может быть одна настройка, а может быть их там 15 или 20. В зависимости от сложности блока, который вот здесь вот представлен. какие бывают виды блоков? Ну, самый первый из названных мною блоков это обложка. Обложка это очень важно. Очень важно для вашего лендинга, и она должна быть в самом начале. По обложке встречаю. И чем более эстетически привлекательную и структурно правильную обложку вы сделаете, тем лучше. Вот с этого блока и начнем знакомство с блоками тильда. Я не собираюсь все 450 блоков вам показывать, только самые-самые основные, там, меньше десятка. Блоки цитаты и цитаты и галерея. Ну, вот здесь вот цитата показана, это один из видов, цитаты и один из видов галереи. Галерея это набор иллюстраций. Очень часто вам необходимо показать большое количество иллюстраций, при этом они не лезут в верстку, если их верстывать прямо в текст. В этом случае галерея это очень хороший выбор. Галерея бывает еще и такая в виде слайдера. Сейчас много красивых слайдеров сделана в тильде, это самый простой вид. Один из самых употребимых. Правда, слайдер больше подходит для внутреннего содержания курса, нежели для маркетинговых материалов. Сейчас пока я просто по основным видам. Вот так видно изнутри загрузка контента, в частности, вот эта загрузка контента галереи. У меня тут на английском языке это все написано. На самом деле, тильда давно работает на русском языке тоже, и в зависимости от желания вы можете использовать или английский интерфейс, или русский. Вот все очень просто. Можете просто разом загрузить ряд иллюстраций, там с десяток, потом их описать и получите вот такой вот слайдер. Какие еще блоки существуют? Об этом мы поговорим, когда будем говорить о структуре, прямо сейчас. В качестве входного материала, если вы ничего пока не читали о тильде, я вам рекомендую почитать вот такой материал об искусстве создания мультимедийных лангридов, где ну вообще все прописано, и краткая история, и почему они хороши, и вкратце как их создавать. Вот, очень рекомендую эту статью просто для того, чтобы войти в курс дела. Да, хотел бы отметить, кстати, что в тильде просто прекрасный справочный центр с таким огромным количеством материалов пояснений и вводных вебинаров и чего хотите, что, наверное, я такого еще не встречал в других сервисах настолько хорошей работы с клиентами. Сегодня мы не будем это смотреть, но я предлагаю вам для ознакомления, если вы после прочтения вот этого материала захотите работать с сервисом тильда, можете посмотреть пять моих скринкастов о сервисе тильда. Кстати, они как раз построены на примере применения тильды для образовательных материалов. Вот здесь примерно на полчаса пять роликов, которые можно посмотреть и примерно понять, что к чему в тильде. в тильде есть свободный тариф ура-ура. Вот на нем можно с него можно начинать и на нем можно сделать массу полезного и интересного. При регистрации в тильде вам на две недели дается персональный тариф, и потом вы можете его продлить или не продлить. неприятность тарифа бесплатного заключается в том, что на нем доступны не все блоки, а только некий базовый набор. И это немножко расстраивает, потому что как только вы получите возможность в одном из этих тарифов работать со всеми блоками, то вы увидите все это богатство и отказываться от него будет очень сложно. Ну, в общем, про себя скажу, что, конечно, я всегда с большим подозрением отношусь к платным сервисам, но это тот случай, когда я совершенно не жалею, что уже несколько лет являюсь платным подписчиком Тильда. Вообще, Тильда очень интересный сервис, сторонники Тильды почему-то ведут себя так, как будто проводят специальную сознательную маркетинговую операцию по продвижению Тильда. На самом деле, сервис очень хороший и те люди, которые им пользуются, почти всегда его поддерживают. Я отношусь к этим людям. Итак, работаем со структурой страницы курса. Выбрали, допустим, мы Тильду и теперь хотим поработать со структурой нашего курса, понять, какие же блоки использовать и вообще все, что должно быть на лендинге нашего курса, какие материалы необходимы. А вот здесь я сделал две странички, на одной не поместилось, две. Краткую структуру лендинга, как его вижу я и как использую уже несколько лет эту структуру, дополняя какие-то пункты. Кстати, у Тильды есть открытый курс, который рассказывает о том, как делать лендинги. Может быть, для образовательных целей там можно почерпнуть не все, лишь некоторые моменты, но мне это тоже помогло поменять свое представление о том, что же должно входить в структуру лендинга курса и эти пункты я здесь тоже включил. Итак, конечно, название. Если у вас нет названия, у вас нет ничего, то есть нельзя предлагать что-то не имеющее название. Название должно располагаться на обложке. Как я уже говорил, по обложке встречают и первым экраном вашего лендинга должна быть обложка красивая, эстетически привлекательная и при этом содержательная обложка, содержащая название и как минимум название, а лучше что еще что-то. Например, прямо на обложке можно дать даты проведения курса, прямо на обложке, но это вариабельно, можно дать цену. Не надо, по крайней мере, не надо загонять цену на какие-то дальние страницы, стесняться этого вопроса. Нет, этого вопроса стесняться не надо, надо сразу объявить то, что вы хотите получить за вашу услугу. Те, кто не согласятся с ценой, сразу уйдут, и это правильно, по крайней мере, вы поведете себя честно. Прямо на обложке можно также написать даты проведения курса, и, может быть, поставить кнопочку записаться, которая ведет на что-то, на некий механизм, который позволяет записаться на курс, например, соединяет с менеджером, который будет проводить набор на ваш курс, либо ведет на форму выдачи договора, либо сразу на форму оплаты, но тут много разных вариантов. Следующее, вот это все желательно прямо на обложке сделать, то есть на первом самом экране. Какая информация идет дальше? Информация об авторе. Вы не только, точнее, не только, а совершенно точно не некий абстрактный преподаватель, который ведет курс, вы личность, и именно на вас будут приходить люди. Дать информацию о себе достаточно подробную, но не растекаясь, как всегда, это очень важно, потому что это начало личного диалога. То есть личный диалог вы начинаете не в процессе курса, а еще до его начала. Поэтому информация об авторе, далее, вот эти три пункта, информация об авторе, представление автора и от автора, это совершенно необходимо. информация об авторе и представление автора, тут есть нюансы, это может быть один и тот же материал, а может быть разный. Если вы делаете лендинг от своего имени, то это будет информация о себе, если лендинг делает кто-то о вас или вы о ком-то, то это будет представление автора. Материал мало друг от друга отличается, ну, какими-то нюансами. А вот от автора это пункт, который многие забывают и который тоже достаточно важен. Скажите не только о себе, но и о своем курсе. Лично, от себя, лично. Я создал этот курс потому-то, потому-то и потому-то. И потом разъясните, почему этот курс вы считаете важным. Упомяните, если это возможно, чем ваш курс лучше конкурентов. Это можно сделать неявно. Не обязательно сказать, что мой курс про Excel лучше, чем курс Ивана Ивановича потому-то и потому-то. Можно просто в выгодном свете поставить информацию о своих преимуществах. То есть показать явный список своих конкурентных преимуществ. Мой курс компактный пройдет в таком-то режиме достаточно быстром. Затронет главнейшие темы данного направления. При этом вы можете учиться дистанционно и он достаточно дешевый. Скажем так. Либо наоборот, он немножко дороже, но зато он качественнее, потому что предполагает например, не только проведение вебинаров, но и личное общение автора с каждым онлайн общения с каждым из слушателей. Для себя вы всегда должны эти конкурентные преимущества как от зубов должно отскакивать, вы их должны знать и написать на этом лендинге. Также явно напишите, что получат ваши слушатели. Тут вы покажете насколько хорошо вы знаете болевые точки ваших слушателей и насколько вы готовы эти болевые точки решать. Что вы предлагаете для того, чтобы снять эту боль у ваших потенциальных клиентов. почему тильду вы относите к бесплатным? Потому что там есть бесплатный тариф, на нем тоже можно кое-что сделать. И более того, я года два работал на бесплатном тарифе и в принципе было достаточно здорово. Нет, вы можете не платить за тильду, все зависит от того, разовая у вас задача или вы постоянно хотите с этим работать. вы будете работать с этим постоянно, я предлагаю вам заплатить, но это совершенно не обязательно. Некий начальный лендинг можно сделать на бесплатном тарифе вполне. А продвигать вас будут уже без дополнительной платы продвигать. Дальше вопрос с продвижением очень интересен. Само по себе появление лендинга в интернете еще не является продвижением. оно является первым этапом продвижения, самым главным, я бы сказал. Потом дальше могут быть разные методики продвижения. Вы можете продвигать свой материал просто в интернете, то есть при помощи SEO, при помощи каких-то иных механизмов направления трафика на себя. Можете проводить рассылки, это очень эффективный способ продвижения. в этом случае вы просто направляете с вашей рассылки людей на данный лендинг. Ну, или каким-то иным способом, например, на своем вебинаре, на своем мастер-классе давать ссылки на свои странички. Поэтому продвигать эту страничку уже можно самыми разными способами. Главное, чтобы она была. продвигать нечто, не имея своей странички в интернете в настоящий момент совершенно невозможно. Поэтому начинается маркетинг вот именно с этого, с лендинга, который размещается в интернете. Дальше вы должны честно написать варианты, честно, говорю честно, потому что иной раз эту информацию там не сыщешь, либо она где-то на третьей странице находится, либо в конце только по телефону можно цену узнать. Вот это все нечестно и это люди не любят. Поэтому вы честно должны указать варианты участия и цены, то есть, например, простой слушатель, активный слушатель, VIP-слушатели для каждого цены. Вы должны указать, вот это я слишком поздно написал, это лучше делать ближе к началу лендинга. Основные цифры связаны с вашим курсом, то есть сколько тем вы собираетесь делать, сколько вебинаров, в этих темах, если они предусмотрены, сколько примеров, сколько задач, там, все, что можно показать в цифрах, вы должны сказать, вот габаритные параметры, вы о них должны сказать. Разумеется, вы должны честно и подробно написать программу курса, если у вас только название и нет программы, то ваш лендинг хромает на одну ногу. Расписание, ну, на раннем этапе расписания можно не давать, можно, например, написать просто, что курс будет проходить в мае по средам, ну, скажем так, а потом дать подробное расписание уже. Если курс у вас проводится не впервые и у вас есть положительные отзывы на ваш курс, их обязательно надо дать, это очень хороший пример того, что ваш курс нужен для кого-то. Ну, и, наконец, можете поместить в лендинг формы для общения, ну, кроме той кнопочки, о которой я в самом начале рассказал, записаться, можно дать форму, где каждый сможет послать вопрос автору. Ну, и если это лендинг один из многих, то тогда можете также дать информацию о других курсах. Итак, обложка. Обложка, название кнопки, ну, кнопки вот у меня здесь нету, вот на своем примере показываю. Вот она, обложка с каким-то содержанием, которое создает настроение вашего курса. Важно, чтобы это была не просто красивая обложка, но и, с одной стороны, красивая, а с другой стороны, передающая настроение вашего курса, то есть то, что непосредственно связано с темой вашего курса. Вот оно, название, можно дать подзаголовок, если вы считаете нужным, и очень краткие сведения о курсе, то, что это он, именно онлайн курс, когда он состоится, стоимость участия, минимальную цену, ну, и можно сразу дать информацию об авторе. Вот так может выглядеть обложка. Она может выглядеть еще сотни разных способов, но вот так она может выглядеть, и это будет неплохо. Как я уже говорил, сразу за обложкой можно дать некоторые габаритные параметры. Для меня это, например, количество часов в курсе, количество тем. Связанное с количеством тем, количество вебинаров не всегда оно совпадает, но в данном случае у меня у меня совпадает. Ну, и еще какой-то параметр, в данном случае у меня 200 с лишним примеров, на которых построен мой курс. Ну, и здесь пояснение по каждой из этих цифр более подробное. Вот эти габариты, они очень привлекательны, и желательно их всегда применять. преимущества. Помните, я сказал о том, что надо дать всегда знать свои собственные преимущества. И эти преимущества надо не только знать, но и уметь внятно высказать с тем, чтобы люди посчитали эти преимущества для себя важными. Вот мало ли, что вы там считаете важным, главное, чтобы ваши потенциальные клиенты посчитали это важным для себя. Вот для этого можно сделать такой блочок. Обращение автора. Желательно всегда иметь свою хорошую фотографию. В данном случае не важно, что она хорошая, она здесь маленькая. Важно ваше личное отношение к тому, что вы сделали. Вы сделали курс почему, для кого, почему без него нельзя обойтись. В общем, любые фразы, которые габариты обязательны, потому что возвращаясь к габаритам, почему не каждый еще понимает, что они важны. Для вас в голове это все есть, вы все это понимаете, но люди, которые приходят на курс, вообще пока не знают, о чем идет речь, кроме вашего названия. Поэтому сразу дайте им понять, какой примерно объем, какие примерно параметры, сколько тем, сколько вебинаров, сколько каких-то еще единиц, сколько рублей, вот эти сколько, их важно дать на первых двух экранах, потом можете разжевать это. Итак, обращение автора это личное, это его личное отношение к своему курсу и личное предложение, то есть, если весь лендинг это такое официальное предложение курса, то вот этот блок это ваше личное предложение, вы лично не как преподаватель, а как Иван Петров советуете, или говорите, почему это ваша боль, вы ее реализовали в виде курса и хотите, чтобы все к вам пришли. И вот эти ваши личные слова, они могут быть эмоциональными, могут быть, в отличие от остального текста. Личное обращение, оно тоже важно, если оно удачно создано, конечно, все тексты можно создать неудачно, но если оно создано удачно, оно добавляет нам плюсов в наш лендинг. Представление автора, вот тут хорошо бы иметь, но тут я не себя представил, а Константин Николаевич Костюка, нашего генерального директора, у него тоже есть свой курс, вот, важно иметь хорошую фотографию, ну, по крайней мере, по разрешению хорошую, вот, чего точно не надо делать, это пихать сюда свою фотографию, на которой вы расплывчато выглядите, это должна быть фотография, которая точно передает ваш внутренний мир, но не очень витиевато, да, то есть, это с одной стороны должна быть такая строгая фотография, а с другой стороны не очень строгая, она должна быть личная тоже, вот, ну, и здесь, как всегда, кто вы есть, какие проекты вы делали, и почему, разумеется, в рамках вашего предложения, чтобы это было интересно, почему люди должны вам доверять, дальше, программа курса, она может быть разным, по-разному сверстана, но важно, чтобы она была достаточно подробна, она может, темы могут иметь отдельные обложки, могут не иметь их, но желательно каждую тему все-таки как-то проиллюстрировать, и желательно каждую тему достаточно подробно расписать, потому что без этого это ваше конкурентное преимущество, вот, мне недавно люди, которые продают мои курсы, сказали, что, когда я стал уменьшать размер программы, мне показалось, что она достаточно большая, они сказали, что вы, что вы, ни в коем случае не трогайте, ваша подробная программа является вашим конкурентным преимуществом, вот, имейте в виду, что подробная программа, она является конкурентным преимуществом, и старайтесь ее расписать подробно. Расписание курса может быть сделано в разной технологии, я вот делаю при помощи оси времени расписание курса, если вы были на главной странице Директ Академии, то вы видели, что расписание Директ Академии тоже создано по принципу ленты времени, и на мой взгляд, это достаточно интересно, ну, можете, собственно, использовать любой и другой способ, как я уже сказал, в самом начале существования лентинга расписания еще может не существовать, но ближе к началу курса лучше бы его каким-то образом создать. Отзывы. Если кто-то, да, во-первых, обязательно, если у вас есть отзывы, если у вас их нет, попросите их в конце вашего курса, чтобы ваши слушатели создали отзывы, и обязательно оговорите вопрос, что эти отзывы могут быть опубликованы. Если у вас такие отзывы есть, несколько таких отзывов могут здорово вам помочь, а в тильде есть хорошие блоки для верстки таких отзывов, ну, не только такие, но и много разных других вариантов. Тексты ваши тоже должны быть достаточно хороши, и тут я вас адресую, я вот здесь не сделал ссылку на свои предыдущие вебинары, у меня было два вебинара в конце 2018 года по работе с текстами, вот их бы было неплохо вам посмотреть, но, по крайней мере, начинаем с чего. Во-первых, форма текста должна быть достаточно хороша, для этого соблюдаем правила типографики, я вам очень советую прочесть вот этот материал, как улучшить и ленинг при помощи типографики, здесь 4 главы примерно на 40 минут чтения, вот, почитайте, чтобы понять, что хорошо и что плохо в ленинге. Ну, и, разумеется, с самим текстом тоже надо поработать, и тут я вам предлагаю два сервиса, один из них сервис главред, который позволяет вот как раз вы знаете, для учебных материалов он может быть не так хорош, а для маркетинговых материалов вашего учебного курса он точно будет хорош, который позволит из ваших текстов удалить всю фигню, не побоюсь сказать, воду, канцелярские выражения и так далее. Как правило, когда загружаешь свой текст туда, он показывает невысокую оценку, там какую-нибудь пятерочку или четверочку, вот до десятки гнать не надо, а вот увеличить хотя бы до восьмерки это здорово ваши тексты. Если не обогатит, то наоборот удалит то, что заставляет читателя покидать ваш лендинг после того, как он прочтет два абзаца. Ну и второй сервис, который я вам предлагаю, это оценка читабельности, это уже немножко более общая оценка ваших текстов в целом, то есть, если здесь идет работа в сервисе главред, идет работа с каждым абзацем, то тут некоторые интегральные оценки по читабельности вашего текста, чтобы он был не слишком заумным, чтобы он был не слишком заумным и так далее. В моих вебинарах эти более подробно рассмотрены эти сервисы. Подбор иллюстраций. Используйте поисковые системы для того, чтобы подобрать хорошие иллюстрации. Не ищите в лоб, а ищите умно. Во-первых, используйте Google картинки. Лучше Google картинки, Яндекс. Я вообще сторонник российских средств, но в данном случае Google ищет лучше. Поэтому используйте Google, и не просто Google, а Google картинки. Видите, тут зеленым помечено. Используйте правильные эпитеты для поиска картинок. Очень важно для поиска обложек особенно. Обложек очень важно найти хорошую картинку, а для этого нужно вот здесь указать хорошее слово, правильное слово. Это приходит только с опытом. Не могу ничего по этому поводу сказать, как именно эти слова подбирать. Используйте настройки поиска. Обязательно используйте инструменты поиска и размер. Здесь используйте приличные размеры, особенно если вы ищете хорошую иллюстрацию для обложки. используйте изображение высокого разрешения. Изображение низкого разрешения только оттолкнут ваших потенциальных слушателей. Поэтому делайте вот эти настройки. Раз, два, размер, три, больше, чем, и дальше настройка не хуже, чем два мегапикселя. Вот такие настройки для обложек тильды подойдут лучше всего. Если хотите, чтобы была полная лицензионная частота, используйте вот такую настройку инструменты поиска, права на использование, лицензии на использование. Не удивляйтесь, что большинство хороших картинок в результате пропадет. Что сделать? Зато появятся только те картинки, которые либо в свободном доступе абсолютно, не доступе, а в общественном достоянии, размещены по лицензии Creative Commons. Если нужна музыка свободная, в данном случае это не для лендинга, а для ваших роликов, которые можете захотеть вставить приветственный ролик, для него нужна свободная музыка. Ищите вот здесь, на YouTube есть прекрасная фонотека, в которой можно найти свободную музыку, на которой никто потом не заругается, прежде всего сам YouTube, который очень серьезно следит за тем, чтобы все было лицензионно, если вы вставите музыку из какого-то популярного фильма, то он вас обругает и возможно даже закроет ваш аккаунт. Поэтому отнеситесь к этому достаточно серьезно. А вот эту музыку можно использовать свободно, но с указанием ее авторства где-нибудь внизу лендинга. Интерактивности. Очень хорошо на лендинге работают интерактивности. Вставляйте запросы на формы, правда формы работают, к сожалению, только в платной версии, но я вот их активно использую. Это как раз обратная связь еще до начала курса. Люди гораздо с большей вероятностью используют формы, нежели просто предложение написать вам письмо по вашему электронному адресу. Поэтому используйте формы, чтобы получить обратную связь еще до начала вашего курса. Интерактивности. Про интерактивности я уже говорил. Можно использовать разные другие виды интерактивности по принципу Web 2.0. То есть берете какой-то хороший интернет сервис, такой как Timeline.js, StoryMap.js или еще какой-то, делайте в нем какую-то интерактивность и вставляете в свой лендинг. Выглядит достаточно хорошо. И вообще интерактивность повышает интерес к лендингу и к любому материалу. Timeline.js это мой любимый сервис. Про него я буду рассказывать в июне отдельно. А пока кто хочет может с ним ознакомиться, а также с моими учебными роликами, которые рассказывают как этот сервис использовать. Это тоже примерно занятие на полчаса. А освоение этого сервиса наверное займет у вас часа 2-3. Сервис хороший стоит того, но это так дополнительно. Может быть не к сегодняшней теме, а вообще сервис стоит того, чтобы каждый преподаватель его знал. Ну и наконец последняя приятная вещь, которая к нам приходит от того, что вы делаете лендинг, от того, что от промо-страницы вот так достаточно подробно и хорошо созданы, достаточно легко перейти к уже собственно самому курсу. Потому что у вас есть расписание, у вас есть базовая основа и беря эту основу вы можете потом ее наполнять уже конкретными материалами, учебными роликами, текстами, подкастами, чем угодно. То есть другими словами, имея готовый лендинг, в момент когда вы начинаете готовить материалы курса, вы уже имеете готовый скелет, на который надо только нарастить мясо. И вот наращивание этого мяса можно делать в той же тильде, например, и будет достаточно здорово. То есть еще и с этой точки зрения важно сделать лендинг заранее, потому что сделав этот лендинг, вы уже создаете скелет для своего будущего курса. Даже не желая продвигать его, даже если вообще продвижение не имеется в виду, наличие вот такого лендинга, оно очень мозг преподавателя приводит в правильное состояние для того, чтобы сделать материалы курса. Не кусочным методом, а методом системным. Вот, пожалуй, это все, что я как раз в час уложился, все, что я хотел вам сказать по поводу использования сервисов для продвижения своего курса. Ну, и разрешу себе вот свой курс еще раз немножко проанонсировать. 14 числа вместе с компанией Ракурс мы начинаем очередной мой курс. Курс проходит впервые вот в таком названии и в таком этот курс как минимум на 60% абсолютно новый. Если вдруг он вас заинтересует, милости прошу на свой курс. Ну, и заодно посмотрите на этом лендинге все то, что я говорил, как надо делать лендинги. Я не настаиваю, что это единственный возможный способ создания лендингов, но обращаю ваше внимание, что я, не являясь профессиональным маркетологом, сделал этот лендинг из подручных средств и тильды. Значит, и вы это тоже сможете сделать. Коллеги, спасибо за внимание, а сейчас в течение пары минут я создам сертификаты, которые, как я надеюсь, кому-то из вас может быть пригодятся, а кому-то может быть и нет. Но, тем не менее, давайте я это сделаю. К сожалению, я одновременно являюсь и спикером, и организатором, поэтому вынужден это делать прямо в эфире. Так, половину работы я уже сделал. Сейчас подгружу этот файл и будет нам всем счастье. так, все готово. Осталось мне разместить последнюю вот эту строчку о том, что все готово. Да, а есть ли какие-то вопросы? Николай Васильевич, спасибо. Да, я старался сконцентрировать здесь некое свое видение того, как надо готовить маркетинговые материалы. Конечно, лендинг – это еще не весь маркетинг. Можно говорить о всяких других вещах, об организации рассылок, об SEO и так далее. Но, как мне кажется, с этого надо начинать. И даже если вы только это сделаете, вы проделаете как минимум 50% пути на пути создания своего лендинга. Что ж, коллеги, мне было с вами сегодня интересно. Спасибо, что вы слушали. Запись этого вебинара появится, надеюсь, сегодня вечером. Правда, Мирополис что-то в последнее время долго стал конвертировать видео, но, как только появится, я сразу размещу запись вебинара на нашем видео портале в Ютьюбе. Спасибо, через полчаса начинается наш следующий вебинар, и я поспешу организовывать его работу. Посему раскланиваюсь с вами, жду вас на наших новых вебинарах в Директ-Академии. Темы вебинара до середины мая, внизу, Олег Васильевич, внизу под темами на главной странице находится интерактивное расписание, на котором можно посмотреть темы до конца нашего учебного года, до июля месяца. Всем до свидания, до новых встреч в Директ-Академии. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Екатерина